Здравствуйте! Новости Москва-Баку. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев по традиции провел встречу со спортсменами, завоевавшими медали на международных соревнованиях в 2022 году и подвел итоги спортивного года. Глава государства высоко оценил достижения азербайджанских спортсменов, которые за год стали обладателями более чем 800 медалей. Азербайджанские спортсмены в 2022 году на международных соревнованиях завоевали более 800 медалей, из которых около 300 золотых. Это большое достижение, так как конкуренция в мировом спорте растет. На арену выходят новые спортивные страны. Поэтому каждый год показывать такие высокие показатели и доказывать свою силу очень непросто. Алиев добавил, что в настоящее время одной из основных задач страны в спорте является подготовка к летней Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже. Мы находимся на завершающей стадии подготовки к летним Олимпийским играм. 2023 год станет решающим по многим параметрам. Поэтому вся наша спортивная общественность, Министерство молодежи и спорта, Национальный Олимпийский комитет, Федерации, клубы, спортивные общества должны видеть в этом главное направление, чтобы Азербайджан подтвердил свою силу на летних Олимпийских играх. Глава государства также коснулся вопроса подготовки молодых спортсменов и отметил, что эта работа должна вестись организованно. Президент также подчеркнул, что в Азербайджане созданы все возможности для занятия спортом. И в ближайшем будущем спортивная инфраструктура будет создаваться на освобожденных от оккупации территориях. В регионах имеется около 50 Олимпийских спортивных комплексов. Процесс строительства продолжается. В то же время мы приняли самые престижные спортивные соревнования в Баку и будем принимать их в дальнейшем. Планируется создание спортивных объектов во всех освобожденных городах. Также на церемонии президент вручил награды спортсменам и спортивным специалистам, отличившимся в 2022 году. Стоит отметить, что в 2023 году в Азербайджане ожидается проведение около 60 международных соревнований по различным видам спорта. Одним из главных событий станет Гран-при Азербайджана «Формула-1», который в этот раз пройдет 28-30 апреля. Другим крупным событием года станет Кубок мира по шахматам в августе, который азербайджанская столица примет во второй раз. Также весной Баку примет чемпионаты мира и Европы по спортивной и художественной гимнастике чемпионат мира по тэквондо. В Армении радикалы накануне попытались провести акцию протеста у российской военной базы в городе Гюмри. Порядка 200 националистов собрались у базы и заблокировали дорогу к ней, а также выступили с угрозами ее оцепления в случае, если Россия не решит ситуацию, сложившуюся с начала декабря вокруг Лачинской дороги в Карабахе. Участники акции также потребовали выхода Армении из ОДКБ. Организаторами акции стало политическое движение «Национальный демократический полюс», известный своими ультра-нациалистическими взглядами. В движение входит скандально известная ультра-радикальная партия «Саснацрер», члены которой в 2016 году захватили в Ереване здание полиции. В результате спецназ пресек акцию реваншистов, оцепив подход к базе. Порядка 100 участников акции протеста были задержаны. «Hangин?» 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 Арм! « » « « orders!» 102-я российская военная база в армянском Гюмри функционирует в соответствии с договором о правовом статусе вооруженных сил Российской Федерации, находящихся на территории Армении, подписанном в 1992 году, и договором о российской военной базе на территории Республики Армения от 1995 года. Отметим, что армянские радикалы периодически проводят акции протеста с антироссийскими и антиазербайджанскими лозунгами. Так, в прошлом году они неоднократно устраивали пикеты у российского посольства в Ереване, а также устраивали факельные шествия и показательные акции сжигания азербайджанского флага. Акция протеста азербайджанских экологов и представителей общественности на Лачинской дороге против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается почти месяц. Сегодня уже 29-й день. Участникам акции не помешал даже снегопад. Как сообщают азербайджанские СМИ, сегодня через Лачинскую дорогу беспрепятственно проехали порядка 20 автомобилей российских миротворцев. Кроме того, армянские жители Карабаха уже напрямую идут на контакт с участниками акции. Так, на днях армянский житель Карабаха обратился к азербайджанским активистам за помощью в обеспечении едой. Активисты оказали ему помощь, а накануне обеспечили проезд мужчины в Ханкинди. Азербайджанские активисты с самого начала акции организовали телефон горячей линии, по которому армянские жители Карабаха могут обратиться к ним за любой помощью. Будь то медицинская помощь с организацией проезда через Лачинскую дорогу или помощь с предоставлением продовольствия. По словам организаторов акции, многие простые армянские жители говорят, что устали от конфликта между Арменией и Азербайджаном и хотят мирной жизни. Напомним, 12 декабря азербайджанские экологи и представители общественности начали на Лачинской дороге, которая соединяет Армению и Карабах, акцию протеста против активизации армянскими сепаратистами незаконной эксплуатации в Карабахе золоторудных и меднорудных месторождений. Акция стартовала после того, как сепаратисты сорвали мониторинг азербайджанской стороной месторождений. Кроме того, причиной акции стало и то, что согласно заявлениям официального Баку, армянская сторона использует Лачинскую дорогу в немирных целях, что является нарушением трехстороннего заявления, подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении 10 ноября 2020 года. Официальная Москва на регулярной основе заявляет о своей работе над урегулированием ситуации. Председатель Национальной Ассамблеи Нижней Палаты Парламента Франции Яэль Браун-Пиве на этой неделе посетит Армению. Свой визит она анонсировала в соцсети, при этом в довольно специфической и ставшей традиционной в последнее время для французских политиков форме. В период рождественских праздников я не перестаю думать об армянах, которым направляю свои надежды и пожелания мира. На следующей неделе вместе с депутатами поедем в Армению, чтобы еще раз заявить о поддержке Республики Национальной Ассамблеей Франции. Как отмечают эксперты, по всей видимости, Франция и в этом году решила продолжить свою несбалансированную политику по отношению к армяно-азербайджанской нормализации, которой она ярко отличилась в завершившемся 2022 году. Напомним, Франция в 2022 году активно пыталась посренчить в процессе армяно-азербайджанской нормализации, однако вместо эффективных результатов показала свою абсолютную несбалансированность в данном вопросе и в результате лишь раз за разом провоцировала скандалы в отношениях с Азербайджаном. Так президент Франции Эммануэль Макрон спровоцировал скандал своими антиазербайджанскими высказываниями. Кроме того, в ноябре обе палаты французского парламента, сначала Сенат, а затем и Национальная Ассамблея, приняли антиазербайджанскую резолюцию в поддержку Армении и сепаратистского Карабаха, а также предложили отправить некие французские миссии в Карабах. После такой череды провокаций со стороны Парижа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция более не может считаться посредником в армяно-азербайджанском урегулировании. Кроме того, Алиев ответил категорическим отказом на условия официального Еревана по участию Мэнуэля Макрона во встрече лидеров Азербайджана и Армении, которая должна была состояться в начале декабря прошлого года. Новая миссия наблюдателей Евросоюза, по предварительным данным, может начать работу в Армении уже в январе-феврале этого года. Об этом стало известно по результатам состоявшейся сегодня в Ереване встречи министра иностранных дел республики Арарата Мирзаяна с представителями группы технической оценки ЕС во главе с Марчином Видрой. Как сказано в сообщении армянского МИД, группа ЕС прибыла в армянскую столицу с целью подготовки почвы для развертывания новой гражданской мониторинговой миссии. Во встрече также участвовала глава делегации ЕС в Армении Андрея Викторин. Сообщается, что стороны обсудили результаты уже состоявшейся в конце прошлого года в Армении на границе с Азербайджаном миссии наблюдателей ЕС, которая завершила свою деятельность 19 декабря. Мирзаян заверил, что Армения готова продолжить сотрудничество с европейской миссией наблюдателей. Напомним, что Ереван после эскалации на границе Азербайджана и Армении 12-14 сентября остался крайне недоволен реакцией ОДКБ, которая не стала оказывать армянской стороне военную помощь, а ограничилась отправкой в республику предварительной миссией для оценки ситуации и выработки предложений для ее урегулирования. На этом фоне Армения стала резко критиковать ОДКБ и активно привлекать на свою территорию различные варианты европейских наблюдательных миссий, в том числе от ЕС и ОБСЕ. В итоге в Армению на границу с Азербайджаном была отправлена гражданская мониторинговая миссия Евросоюза, а затем и ОБСЕ, которую впоследствии в самой организации признали неофициальной и несогласованной внутри структуры. В конце года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал новый этап взаимодействия ЕС на Южном Кавказе и подготовку почвы для долгосрочной миссии ЕС в Армении. Официальная Москва на регулярной основе подвергает критике политику Запада по армяно-азербайджанскому регулированию, усматривая в ней преследование своих целей. При этом в Москве категорически подчеркивают отправку любой миссии, за которую выступает армянская сторона или западные партнеры, возможно исключительно при согласии Баку. Военнослужащие азербайджанской армии на днях прибыли в Турцию для участия в учениях зима 2023. Количество личного состава и техники, прибывших на учения, не сообщается. Впрочем, как и сроки проведения учений. Однако на видео, опубликованном в Твиттере Министерства национальной обороны Турции, видно, как передвигается колонна с военной техникой. Кроме того, показана церемония передачи флага Турции азербайджанским военным, которые, в свою очередь, вручают турецким коллегам флаг своей страны. Всего в 2022 году Азербайджан и Турция провели 12 совместных учений. В начале декабря прошлого года азербайджанские и турецкие военные провели совместные учения в Баку и трех районах Азербайджана – Астаринском, Джабраильском и Имишлинском. Накануне же стало известно, что Турция пригласила Азербайджан принять участие в производстве турецких боевых самолетов.